В первый день лета во всем мире отмечают День защиты детей. И не случайно он проходит в самом начале длинных каникул. Для взрослых это повод еще раз вспомнить о том, где и как проводят время их дети. Позаботиться об их безопасности и продумать новый график забот и развлечений. А вот для малышей и подростков это время свободы, прогулок и водных забав. Пока местные водоемы к купанию не везде открыты. На помощь приходит Белгородский аквапарк. Какие активности в нем доступны, насколько безопасны и можно ли вообще оздоровиться в нем с морским эффектом. Выясним прямо сейчас. Сегодня у нас в студии генеральный директор Белгородского аквапарка Антон Ковалев. Здравствуйте, Антон Сергеевич. Здравствуйте. Скажите, как поздравляете своих детей с Днем защиты детей? Есть какие-то традиции? Да, у нас есть традиции. Ежегодно 1 июня мы посещаем зоопарк и динопарк. Я считаю, что контакт с природой это очень важно для каждого ребенка. А не своих детей? Может быть, тоже есть такая практика? У нас запланировано поздравление Дома Южный, воспитанников этого дома. Поэтому там у нас будет предусмотрена и праздничная программа, и подарки в виде сертификатов на посещение аквапарка. Это для воспитанников Детского Дома Южного? Да, да. Правильно поняла? Скажите, если бы вы сейчас были ребенком, какие бы развлечения выбрали в аквапарке? Первым делом посетил бы волновой бассейн, потому что волна – это приближение к морю. И когда находишься в волновом бассейне аквапарка, такое ощущение, что находишься на Крымском побережье. Точно с морским эффектом отдых, да? А на какие активности и аттракционы больше всего собирается ребят? Очередь выстраивается? У нас есть комплекс горок, но хочу обратить внимание, что доступ на те или иные зависит от возраста и роста. Самые популярные – это горки с рафтами, повторюсь, волновой бассейн. Антон Сергеевич, меня, например, пугает всегда высота горок, и мне страшно, я ими не пользуюсь, не подхожу к ним. Насколько это вообще безопасно, скажите? Мы предусмотрели все. У нас есть антискользящая плитка, коврики, поручни. Лазурный аквапарк – это доступная среда для маломобильных групп. У нас есть современный лифт, широкие проходы, поручни. И хочу отметить, что сама квазона, она выполнена в одной плоскости, поэтому крайне удобно перемещаться в нашем пространстве. И хочу отметить, у нас качество воды соответствует всем нормативам, работает автоматика, но в то же время технический персонал службы лаборатории раз в 4 часа проводит анализ воды и воздуха. В том, что сотрудники аквапарка действительно заботятся очень сильно о безопасности своих клиентов и готовы к нестандартным ситуациям, мы убедились лично. Наша съемочная бригада побывала на одном из занятий для специалистов и для сотрудников аквапарка вместе со спасателями ЧЭС. Давайте посмотрим сюжет. Всем немедленно покинуть здание. Следуйте к аварийным выходам. Тревожный сигнал. В шахте лифта, по легенде учений, произошло возгорание. Паники нет. Сотрудники Белгородского аквапарка действуют слаженно. Эта зона считается безопасной. Здесь же происходит разбор полетов со спасателями. Такие отработки в Белгородском аквапарке каждый понедельник. Действия доведены до автоматизма. Вся эвакуация прошла в течение 4 минут. Нормативное время уложились. Замечаний нет. А это уже ликвидация самого возгорания. Тушить импровизированное пламя прибыли сотрудники специализированной пожарно-спасательной части. Обнаружили двух пострадавших. На них необходимо надеть кислородные маски и эвакуировать. Для дополнительной сложности очаг условного возгорания в аквапарке меняют каждое занятие. К непредвиденным ситуациям готовят весь персонал. Антон Сергеевич, получается, что каждый понедельник с тем составом вы готовы к эвакуации? Да. Вы сами лично контролируете и следите за процессом? У нас эвакуация происходит на еженедельной основе. Когда создавались маршруты и планы, участвовал лично в каждой эвакуации. Сейчас процесс стабильно отлаженный. Поэтому осуществляю контроль по видеонаблюдению и анализу тех или иных ошибок для дальнейшей корректировки. Я знаю, что горки, бассейны и активности – это не единственное, что есть в аквапарке. И там еще можно и оздоровиться. Правда же? Тем более, это актуально после ковида. Что есть у вас? Расскажите. У нас есть прекрасная термальная зона. Хамам – это соляная комната, сауна. Летний сезон уже стартовал с сегодняшнего дня. Скажите, что приготовили сегодня для детей, для своих гостей? И чем вообще будет насыщен летний сезон? Вскоре мы откроем пляж Лазурный. Он находится около крытого аквапарка. Мы подготовили этот сезон с новыми активностями. Планируем несколько пенных вечеринок, несколько спортивных мероприятий. У нас будут задействованы аниматоры как на пляже Лазурный, так и в крытом аквапарке. Если говорить о крытом аквапарке, то всегда, ежегодно, летом мы открываем открытую террасу. То есть человек может выйти на террасу и насладиться видами парка Ривьеры, подышать свежим воздухом. А также совсем вскоре откроем музыкальный фонтан. Это дополнительный интерес и развлечение. То есть можно просто приехать, погулять на территории парка и посмотреть на фонтаны. Да. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам сегодня в студию, побеседовали. Мы желаем вам как можно больше положительных ярких эмоций подарить своим гостям. И большим, и маленьким. С праздником! Спасибо, с праздником! Субтитры создавал DimaTorzok